всем доброго морозного утра привет вам с саратовской глубинки так все пишут откуда я откуда я там в описании о моем канале я написала что я саратовской области но у нас зритель ему дай подай все сразу поэтому задают часто такие вопросы а я тут занимаюсь мою нашу коптилку еле руку то то чудо как мыло а это еще не в перчатке еще не до конца помыла праздники заканчивается у меня волос такой еще не проснувшийся но время 9 начал 10 что нам сейчас делать зимой спим ложимся поздно встаем поздно начала в 1 вчера я легла вижу фильмы турецкие ветряный прям подсели мы на него хорошо все вот эти каникулы все просмотрели и теперь аж до субботы буду ждать фильм этого и потом еще турецкий был на домашнем на душевном что-то вчера я проворонила пока этот посмотрела ветряный тут уже закончился четко что султан моего сердца что ли кажется так он был от фильм это наша российская артистка да не только на 1 награла там в турции главную роль вот может кто-то видел это фильм не буду на нем зациклиться ну вот так и сидим по ночам сидим а к утру попозже спим сейчас у нас немножко потеплело женя поехал на работу 23 а так было и 27 и 30 закружила я знаю что у вас тоже морозы сильные мне об этом девочки пишут говорят письменном виде все читаю сижу машу головой вам все вместе с вам переживая за все кто-то переболел на новогодние праздники тоже плохо тоже сочувствую вам поправляетесь набирайте сил кушать и витамины чтобы не дед иммунитет восстановился но я продолжаю свою работу грязную грязная это коптилка кушать хорошо но мы потом так не хочется она такая грязная к ней не доберешься эту штучки уже отмела и дно отмела и так быстро садится копоть и все пальцы прям черный делается сейчас ведро помыла ну а потом хотим сделать пельмени сейчас мороз их не надо будет морозилку выкладывать выносить по чуть-чуть от моно терраску вытащим расстелим что-то чистое выложим их там и они заморозятся быстренько а потом соберем в пакет и морозилку самый лучший способ я думаю чем вот по несколько штук там в морозилке раскладывай аккуратненько этого они сами замерзнут но буду продолжать наяривать мыть а вам смотреть что покажем если вам интересно с нами давайте чудо вас отключу отключу я просто вас опустила вниз там вот ведро мое стоит сюда я выложила все наши стружки мусорное ведро а это снова вот коптилка быстро она закапчивается там внутри у нее ведь такой же не очень я не знаю может мне ржавейка некачественная просто нормальная внутри уже какая-то фигня да ладно все она мне уже может быть помыто сейчас я выйду тряпкой и отправим ее сушиться буквально на днях приезжал внука мне сутки побыл маме скучно у нас поеду домой там дела полно дел полно надо то стирать то-то а внук бы остался у нас и мог попозже ну как еще маленькие да еще погода такая холодная не рискнули моего ставить языкал тут у меня он играл ну как сказать внук есть внук целовала его спекла ему пирог трухлявый пей он даже счет осталось мне немножко и особенно у нас едок он худенький так вот по чуть-чуть кушает жопка с кулачок мы был доволен поехал уже не повез всего домой конечно был грустный номер андрюш еще приедешь что ж теперь делаешь так вот у нас получается вот такие дела вот фарши уже приготовили он расставил нас достала вечера в первом часу ночи надо достать все это замесим тесто и будем делать пельмешки но так вроде все вам рассказала берегите себя не болейте одевайтесь теплее холодно и форсите мы-то дома никуда не ходим многие спрашивают новички в основном новички спрашиваются бегут на канал им все интересно где юля работает кто вам жения ой столько вопросов ну просто можно посмотреть видео не хочет ничего смотреть вот войны положим сразу и на раз не хочется даже отвечать есть видео смотрите как мы живем что мы делаем какие мы одна пишут ли маникюр отвратительные что это зубы что ли мой маникюр но сейчас похожу я с ним неделю снимем другой поставим даже это раздражает людей люди какие мы все злые почему такие злые я не знаю нет нас доброго отношения трех дружки странно даже они сегодня такие завтра такие посмотри другим на хорошо что тут такого но вышла с таким ногтями ну людям бесит все настроение портят сами там злые и тебе еще подписывать чтоб ты еще злилась мне как говорится похрен как хотите так и думайте и пишите говорю чисто на русском языке матом не стал ругаться а так вот просто вам сказала не надо писать гадости буду просто отправлять вас всех в бан мне совершенно интересно вообще ваши эти выдумки то ножи у меня кверху висят как их надо вешать куда их надо вешать в общем придирается к каждой ерунде народ у нас до страны мы тоже страны но не такой степени осталось ее вытереть помощницу и все готово у нее только одна крышка чистая остается и все закапывается даже так места не отбираются я пробовал тёрка не отбираются и тут уже поджарился низ многие спрашивают где мы ее брали брали на озоне такие картинки есть на алиэкспресс мне кажется волберис смотрите кто где если кому интересно на так что пользоваться ей удобно мы потом неудобно самый большой мытье копоть это все убирать а мы там еще достали двух у таков надеемся что скоро опять будут посылки отправлять для наших ребят именные и вот мы приготовимся заранее после праздников надеемся уже будут собирать но сегодня уже рабочий день 9 число выложу видео десятого так как интернет у меня никакой за раз чтобы снять и выложить не получается и будем готовиться собирать посылку он уже написал нам что ему хочется домашнего все купим все передадим теперь уж правильно напишем адрес а то мы там сделали ошибку и наша посылка блуждала ну хорошо что все дошло получила все таки но теперь будем стараться правильно все сделать башка блин она тогда на распутье то это надо купить тут он от стоит положить это забыли и вот поэтому так и невнимательный ну все убирая нафиг эту свою коптилку будем дальше работать а я только пришла с улицы ходила за хлебом там не так холодно солнце светит в общем взяла дебуханочки хлеба коробку молока юля пьет с кофе я его не пью ждем когда будет натуральной корове молочком коробки пойдут отелить делиться вот у нас уже феврале так что где-то будем покупать а здесь косточки свиные надо будет щит сварить 90 рублей килограмм в общем за все вот это я отдала 300 рублей хлеб молоко и косточки праздники немножко у нас прекратились надо есть нормальную пищу щи или менее наделаем но каши мои не едят никакую но если они не едят и я не ем а так бы полезным конечно есть бы гречку овсяночку на воде щеки в раз бы спали ну я сейчас буду заводить тесто на пельмени тесто заводите вы все по-разному кто как ну я тоже обычным способом кипятком не буду делать просто вода тепло кипяченая я уже остудила ее яйца соль мука масло все я уже тут все приготовила в этом черпачке у меня вода теплая кипяченая сейчас сюда положу соль 2 ложечки масло 3 яйца и вот здесь мука уже просеянная юля пошла лук чистить мясо выкинем . и маслится чуть-чуть сейчас сюда с вами перемешаем грамм 50 ему тут венчик будем делать будем своей каталкой покупной руками в него не лепим я даже не умею раз налепила не получились разные на все радуги цветы как вот цвета ну вот сейчас сюда будем выливать вороночку сделаем и будем смотреть вся уйдет она мне не вся грамм 700 воды я забывала плюс 3 яйца ну все равно литр здесь не будет воды все выливаю соль как правильно заводить тесто или замешивать напишите в комментарии потом перейду на стол и буду руками вымешивать на этом столе я не мешу клеянка не дает на белый перемешки достать на печу все причем и печу ну не буду вас отрывать долго на минуту смотреть как я тут мешаю покажу вам все то что получится у меня больше вот в таком темпе мы сейчас все быстренько замесим я поставил на ускоренное все почти готово вроде готово тесто к рукам не липнет сейчас я ее положу чашечку кроем пакетиком здесь отдыхает здесь приберем и займемся фаршем Юля стоит плачет вперед лук вот такая чашка фарша ну фарш готов целый тазик тут прям хороших два с лишним килограмм если тесто останется у нас сделаем чебуриков и наша в советских времен пельменница в то время она стоила 2 рубля 30 копеек сейчас таких днем со днем не найдешь продают пластмассовые неудобные у них такие две штуки одна моя одна спас от мамы одна там наверху валяется одной пользуемся Юля не надо она себе купил пластмассу я убери такую пластмассовая она ее когда скалкой катаешь она прогибается это все-таки алюминиевая дираль алюминий ну вот пока тесто отдыхает фарш наш готов ну мы пойдем кофе попьем тесто уже отлежалось у нас мы готовим нашу пельменицу вот здесь немножко разделила остальное мне лежит в чашке резко не заветривало тесто ну что ж начнем катать не люблю раскатывать тесто заставила Юлю мне ручки молодые пусть катает все готово а то ну все сейчас сюда и будем начинять наши пельмешки фарш она будет готовить другой лист ну вот одна готова почти сейчас откатаем ее и в сторону пельмешки сверху только скалки прилепится время тут стол надо тут неудобно вот поехали на стол вот тут и мука сейчас катнем и в коридор и 37 готова штучек Юра уже кастрюлю поставила и говорю мы с тобой не до не сделали кастрюлю стоит ждет с водой ну вот она один он сляпал себе сейчас его сварит да да ну давайте еще коридор там холодно не пойду придешь а тут холодно я одела куртку что выносить сюда вот застелили мы сейчас сюда вытряхну их раскидаю и они будут здесь замерзать ну вот пока прям чуть-чуть их но со временем будет тут все заложено эти будут подмерзать другие будут выкладывать те тоже подмерзать а потом в мешок и в морозилку ну вот пока у нас тут 7 штук по 37 там еще будем сейчас чебуреки делать тоже заморозим их а это мы для себя сделали домашние пельмени Юля тут что остается с обрезков от этой от формы она с них шарошит а теперь что у тебя Юль? чебурек а теперь на чебуреки будем сейчас делать воду поставили сейчас лопанем мини-чебурек мини-чебурек у тебя ну собрец кстати а опять же собрец ну вот там у меня наложены они ну уж делал бы пельмени все куда такие ну куда проскатать сейчас и сделаем такой блин один из них вырежем так не интересно не интересно чему так будет все ровно это будет все ровно это все разные как у нас вот тут хе-хе-хе-хе домашние пельмени для слонов крупненькие он какие один как сел почти два штуки а тут все четыре будет ну да красота с Юлей сварили пельмешки эти которые большущие пельмени огонь вкусные домашние пельмени фарш такой получился сочный я туда добавила водички еще там такой жирноватенький был и вот прям вкусные пельмени а я уже вышла их собирать они уже замерзли у меня не видать пар сарта идет ну в общем сейчас соберу их и чебуреки чебуреки еще не схватились они все-таки потолще они побольше а это уже готово сейчас буду собирать они уже прям капитально подстыли видите вормыхают а эти мы расположили на полотенце пусть они там но это попозже к вечеру даже если я останусь ночевать ничего страшного пусть получше замерзнут сейчас я их соберу два пакета и пойду отнесу в морозилку вот так справились мы сегодня с такой вот работой два мешочка вот они а тут мои девчонки опять делают ногти себе я свои чуть-чуть подпилила а то прям таки выросли здоровые мне самой неприятной а то вот сейчас сейчас аккуратненько какие-нибудь опять ей сделает уж показывать не буду какие с дизайном с дизайном будете да нафига себе придется показать точно какой у вас будет дизайн спрашивает кто такая это вера племянница ее дочка внучат и племянница получается она мне а юля получается племянница племянница твою роду наверное племянница наверное так я в этом не разбираюсь родственница 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 и все а как же все должны знать им же интересно как мы тут вы елочки свои разобрали у нас еще стоит будет стоять аж до 22 я думаю января красавица она нам не мешает пусть себе стоит девчонки мои уже заканчивают маслицем промазывать от ожога чтобы не было ну вот и да французские пальчики 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 сейчас еще вот это досушит последнюю красотка наша не будет готова долго она 42 секунды еще минуту сушит красота же красота страшная сила да встаю заглядывая все готово беги маман тебя ну все порвет порвет но уборку надо мы тут сидим о они все впитают ну все спасибо ну пожалуйста приходите еще хорошо хе хе хе